этой информацией 30 мая 98 мотель сон в пустыне аризона когда наступают сумерки вообще говорит какой еще черный блокнот да он тебе просто зубы заговаривал дэйл пока снайпер целился господи я реально чуть не обосрался там да уж была причина но теперь забудь об этом и как предоточной начинок она я не хочу да что ж ты хотел даже шестилетний ребенок не может спать под выстрелы ты же сказал что это салют ну ну да петарды я здесь 10 лет проработал трех владельцев сменил и самое страшное событие за это время в туалет змея заползла успокойся передохни минуту я бы больше хрен в этот туалет заходил блокнот мой нашел нет сволочь блин уже искал нету здесь я же говорю слушай жену твою прооперировали жить будет мне нужен мой блокнот быстро ты что-то делаешь серьезно отстань от него мне только что жизнь спас вот помог нам разок это не значит что и потом поможет я же не предлагаю сдаваться ну что делать вертолета не будет козел ромера нас пристрелит не поморщившись я уже не знаю мой тиммейт приветик егор ты с кем разговариваешь какой твой тиммейт я тут никого не вижу у меня нет сообщения здесь полиция работы также как же бесит меня этот шериф это просто жизнь оба это еще кто шериф арестовать шаром шаром ты чего вообще ты куда собралась это мама 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 этих пацанов данты но ты что там же мои дети ты в курсе что они мой дом грабанули хочешь чтобы они вышли тогда пусти меня к ним внимание не стрелять у нас тут новый поворот извините уважаемый шериф шарон ну смотри не подведи меня давайте открывайте пока он не передумал что здесь делаешь ау я сам разберусь на нахер да уже где-то привет мам привет мам привет зайчики геймин сигнал привет привет надеюсь хоть ты сейчас образумишь своих пацанов она тебе кто подружка долго рассказывать ну что рассказывай как все до такого докатилась ромара позвал на улицу типа вертолете перетереть там был снайпер господи убила бы этого жулика хочешь что-то сказать нет да говори уж как мои сыновья с вами тут обращать да ничего нормально да ну что-то не верится как зовут винс глава семьи от него одни проблемы очень борзый семейный значит понимаю ты конечно думаешь что мои сыновья чудовища но они так поступили от безысходности им тоже страшно и тебе страшно и мне давай договоримся ты поможешь спасти мою семью а я твою что скажешь договариваемся так в общем шериф дал мне одну вещь двусторонний пейджер чего ему нужен какой-то там блокнот сказал если я его не найду то ты заколебал блин говно кусок его немедленно его отпусти бесит я дала ему слово дан ты хотел чтобы ты принял его сторону а ты его сдал почему я сегодня много что видел и уверен что твои сыновья хорошие люди просто попавшие в плохую ситуацию в общем-то да нашей семье в жизни повезло гораздо меньше чем везет большинство но сегодня все изменится надо поговорить тупица данте решил что я ему помогу дэйл джей не бойтесь я вас отсюда выпущу джей так что здесь вообще приходит джей джей ты как а а нормально жить буду это если твоя ставка выгорит тебе острых ощущений не хватило и Мэра не надоест за нами гоняться. А теперь сидим в этой дыре в окружении копов. Я, походу, темы импровизирую. Если есть предложение... Ты зачем ты меня послушал, что надо ехать по шоссе 66? Были бы сейчас в Юте, там одни мормоны. Пап. Чего ты, Ковка? Постарайся уснуть. Пап, ты что, боишься? Что, похоже? По правде нет. А как по правде? А все наоборот. Я не боюсь. Потому что ты рядом. Ладно. Буду дальше тебя защищать. Этот коп, он, короче, такой мутный тип. Жесть. Что-то у него в блокноте странное. Наверное, его делишки всякие записаны. Да послушай ты, забудь про вертолет. Это они глупо придумали. Нам нужен школьный автобус. Вертолет, блин. Чтобы им урезы и заложники. Мы их что, с собой забираем? Так, безопасней. Ну, сказала и сказала. Тебя вообще развести не сложно. Так, стоп, 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 стоп. Уже утром сюда нагрянет полиция штата, а может, даже ФБР. Мы оба прекрасно знаем, что их ты здесь хочешь видеть меньше всего на свет. Я-то переживу. Будет автобус, звони. Эй, что это у тебя в кармане? Это просто книга про птиц. Это и есть блокнот, чё? Подожди. Здесь тайник какой-то. Нет, там внутри был блокнот. Где ты это взял? Я её взял у шерифа. Думал, что... Там точно что-то было. Может, где-то выронил? Я... Не знаю. Мы как из фургона вылезли, я не доставал. Может, в фургоне? Он на заднем дворе. Только ведь у Ромеро снайпер сидит. Ты иди. Я? Ты теперь тоже в деле. Джей, и ты с ним. Эй! Если будет рыпаться, ты знаешь, что делать. Если он в деле, значит, ему тоже бабло... Это самое... Полагается. Неделя ранее. Округ ту рок. Продолжение следует... Ну, наконец-то! Охотник вернулся. Пару кроликов поймал. Нашёл время. Я пообещал маме, что мы крышу починим, а то её скоро сдует. Сюда иди. Давай, помогай. Приветствую, Михаил. Мы почти все доски заменили. Теперь надо новых напилить. Ты справишься? Да, справлюсь. Это сосна. Пилить легко, сломать ещё легче. Так что, поаккуратней там. Понял я. Егорка на ВК. Он не на ютубе. Он не на ютубе. Вроде не висит. А что? Значит, стоит? Ну да. Слыхал, Тайлер? У него стоит! Может, под холодный душ? Да ну вас! О-о-о! Смотри, обиделся! Вы как всегда! Да мы так, Любя! Ты ж знаешь! Эй! Нюхнуть хочешь? Не, мне ещё разгружать. Не упаду я. Точно? Точно? Не отпускай! Держи меня! Точно? 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 Ну, ты подумай. Мальчики, я вам не мешаю? Па. Что, старика даже не обнимете? Ну, всё. Кончилось веселье. Эй, пацаны, надо думать, с крышей вы закончили. Раз сидите и ржёте, как девчонки. Да у нас тут всё полным ходом. Сам посмотри. Что? Ты постарался? Нет, это я. Надо же. Ты у нас, может, и не самый умный, но точно лучше братьев. Ещё и проворнее. Если б ты помог, давно бы уже закончили. У меня были дела в городе. Сколько в этот раз проиграл? Давай, Джей. Думаешь, так вырос, что уже и выдрать нельзя? Слышит, вали от него. Добрый тебе совет, сынок. Не лезь. У меня в детстве как было. Если батя часы с руки снимает, значит собирается бить от души. Подержи-ка. нет. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Ноги вытер. Я задолбалась уже за тобой убирать. Может, мне кто-нибудь расскажет, что у вас тут творится? Джей? Девушки отдыхают. Я домой, потом разделаю. Мы скоро придем. Я попить пока налью. Батя такой конь педальный. Вообще жесть. Может, он не родной? Просто что-то вообще поведение какое-то странное. Бадылянское какое-то. Вы кто? Привет, парень. Я представитель деловых партнеров твоего отца. Пахнет вкусно. Здесь явно умеют вести хозяйство. Ты кто, ёпта? По кастрюлям шаришься, охренел? Это частная собственность. Вам сюда нельзя. Тебе бы поучиться хорошим манерам, ёмыша. Я пришел по срочному и важному делу. Дай подумать. Для Дейла ты слишком мал. А Тайлер, насколько я понимаю, намного выше. Выходит, ты у нас Джей. Меня сюда прислали с реквизицией. С чем? Твой отец дома? Смотря кто вы такой и чего вам надо. Меня зовут мистер Торн. Я представитель организации, у которой с твоим отцом финансовое соглашение. Меня прислали за первым взносом. Ты коллектор или кто ты, ёпт? Сильмопсиль. Нет. Знаете, я думаю, вам пора. А ты грубее. Но все равно у меня кончились спички. Нет. В доме нельзя. Не строй из себя. С виду-то у вас все чисто и прилично. Но ты сам знаешь. Еще одна игра в покер. И жить вам в трейлере, как последним отбросом. Батя-пес просрал все, да? Мы не отбросы. Просто сейчас бабок нет. Не бабок, а денег. Они и тебя на дно утащат. Слушай внимательно. Твой отец проигрался в карты. И если теперь не заплатят с процентами, беда у него будет не только с деньгами. Ты понял меня? Не понял. Вы что, вы нам угрожаете? А ты сообразительный. После меня придут другие. Но прежде чем закурить сигару, они спустят курок. Намек ясен? Хорошие у тебя часы. Дорогие, наверное. А что? Я же сказал, я пришел за первым взносом. Отдай мне часы, и я постараюсь выбить для вас время. Ну, давай сюда. Еще чего не хватало? Не лезьте. Весь в отца. Не умеешь разыграть свой. Отпустите. Не дернись. Джей, я часы свои забыл. Эй! Я уже говорил двоим, что подвалили. Вон из моего дома. Иди туда, откуда вылез говнокусок. Пиджачок замарал маленько. Ты сам себе выкопал могилу, Холт. И семье твоей тоже. И еще встретимся. Напугал. Еще раз увижу здесь тебя или твоих дружков. Живьем закопаю. Полморды обпалели башкой. Вы чего? Уи! До свидания. Хе-хе-хе-хе. Ебой. Он хотел забрать их. Нет. Я дал их тебе на сохранение. Ты их сберег. Они твои. Правда? Ты молодец. Не прогнулся перед этим козлом. Я тобой горжусь, сын. Спасибо. Кто это был? Свидетель Иеговы. Поумнее бы, чего придумал. Джей, кто это был? Джей, это мой дом. Я имею право знать, что в нем происходит. Я не знаю. Денег требовал. Джей. За карточный долг. Сказал, не заплатим. Будут проблемы. Господи, Бер. Сколько? Я сам разберусь. Как? Сбежишь? Я с тобой разговариваю. Сказал, не твоя проблема. Только последствия опять мне разгребать. От тебя же всегда одни проблемы. На кой черт ты нам вообще тут нужен? Там была реальная угроза, поэтому мать имеет право знать. Потому что они приходят сюда, а не куда-то там, где батя тусит. Поэтому должны быть в курсе дела, что угрозы есть. Правда. Собственно, поэтому они, судя по всему, за баблом и полезли. Иду по крыше, не стреляйте. Не бойся. Все будет круто. Вот это паркур. Не то, что в этих ваших дейзах неоптимизированных. Только, сейчас прочитал пардон все можно черт его чуть не подстрелили лучше некуда но теперь главное чтобы блокнот был тут ты где сидел довести почти клиенте в салоне а я в кузове тогда копа можно будет вообще шантаж дурдурф вот это все чё давай смотреть под сиденьем так погоди малой то в кузове был малой был в кузове чем и тут и ищем между сиденьями посмотрим да ладно ну ладно вот это шерифу нужно здесь только цифры департамент энергоснабжения 12000 участки под аренду из сайт 8000 тут сотни таких строк это что взятки чё ты ему там желаешь малинка он сидит дразнит а ты ему еще приятного желаешь просто вляпались мы все по уши неприятного тебе аппетита шериф семья моя вы бы знали что у нас было за этот месяц а дальше все только хуже будет могу понять я в твоем возрасте ненавидел свою жизнь я был жирный отец меня бросил а мой нет у вас бывало что хочешь что-то сделать но боишься что ты для этого слишком тупой конечно я раньше работал бортмехаником боинги чинил сесны и все такое но в детстве я не погоди а чё за фигня не понял а кусок дерьма взял закрылся блин рутони чат думать почему сообщение не выводится а он решил закрыться так у него покупные я такими не дразнюсь но я не знаю чё они там покупные не покупные фигли вот это вот он кушает в нычку засранец ну вот смотри 20 человек сидят на игре которая на самом деле кусок дерьма полного четыре человека на интересном триллере вот я и говорю youtube скатился этот кусок говна хочется валить нахер оттуда потому что самому деградировать вместе со всеми такое себе удовольствие чинить самолеты мечтал я хотел быть пилотом хотел летать бабушка аня называется пельмени летным инструктором а почему не стали не знаю завел семью и понял что счастлив отказался от мечты потому что начал мечтать о другом но теперь понимаю что стоило хотя бы попытаться а я всегда мечтал быть лесником хотел в парк этот поехать как его там еще гейзер я лошадь да точно хотел посмотреть как вода столбом поднимается круто наверное знаешь что вот выберемся отсюда и оба постараемся как-то пересмотреть подход к жизни надо возвращаться и старого мяса баба они ужас малинка а вы женаты был на матери венса я тоже был она ушла сказала я алкаш ну так ведь и есть стоп точно в баре шерон вот где я вас видел папаша лет это к пятнадцать двадцать назад вы сказали вы разъездной агент короче говорю тебе оставь эту тему мы нашли да вы сработались но прямо бонни и клайд ничего себе что это и додумался же все записывать дайте мне шерифа к телефону я в курсе я сама здесь данте это шерон твой крысеныш только что тебя выдал твой грязный блокнотик у меня и я начну слать факсы на десятый канал если через полчаса здесь не будет автобуса побрту скоро будет течение часа ладно будь по-твоему вас вы уверены можно еще выждать гоните автобус здесь опасно копы разбираться не станут сразу начнут палить не говори ерунды мы все решили рискнуть и разгребать хорошо что она заснула уже недолго осталось как ты боишься за мишель да переживаю все с ней будет хорошо она в больнице ей там помогут знаешь я ее во всем винил после аварии она мне всякого наговорила потом давила чтобы шел работать на завод этот а ведь она просто хотела чтобы я не сдавался не опускал руки у тебя был тяжелый год венц надо думать ей тоже пришлось непросто дэнчик не спать смысле я не сплю я на часы смотрю поглядываю на ремешок подпишу запрет на разглашение и возьму деньги главное что я буду рядом с зоей и мишель после сегодняшнего я тебя и не виню деньги лишними не будут ладно автобус скоро будет весь постой если до утра не доживем в общем насчет опухоли все не так плохо как я говорил на самом деле нет никакой опухоли опа я все придумал зачем что просто где-то год назад умер мой друг тони и тогда я вдруг остался один брат давно нет и больше у меня никого кроме тебя после всего что было я прекрасно понимал что ты меня просто так на порог не пустишь поверь мне венц я из лучших побуждений ты все придумал только чтобы я снова тебя принял а иначе получилось бы сомневаюсь а теперь что сынок может дашь мне последний шанс слушай как бы там ни было ты все равно мой папа если бы ты вчера меня об этом попросил я бы отказался ну теперь я знаю я плохой человек люди меняют спам только пообещай больше никогда меня не обманывать даю слово здрасьте а джессика дома это дейл холт нет которого на краже поймали да да тот самый слушай ты же еще работаешь в том винном магазине там у вас рядом бар есть ну этот с билетом я тут подумал не хочешь как-нибудь со мной сходить туда после того что ты сейчас уже на день натворил дать неужели ты правда думаю что ты сможешь спокойно гулять черт побери настолько наивные пацаны еще вообще жесть сейчас менты все решат и скажут мы вас прощаем все порядке живите дальше как ни в чем не бывало все слушайте этот автобус наш единственный шанс отсюда выбраться заложники сядут у окон мы в проходе бар собрался дать денег срубят сейчас и бар поедет чё но я знаю на что способна наша семья как-то он тяжеловато едет а дороги автобус открыт повторяю автобус открыт уничтожить их нет 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 неделя ранее округ турок в смысле а то что там заложники вообще пофигу что ли мало то что заложника чуть не сбили так они тупо вот так в этот шериф вообще с катушек слетел из-за своей этой книженции ему плевать уже на всех ему главное книжку свою пока не приехал в не приехали фбр судя по всему вот и вот еще не факт что живой останется да и жизнь по-любому изменится уже папа что с тобой одевайся повезешь меня в больницу папку ранили походу не волнуйся быстрее крышу так и не починили папин пришел оторвал от работы дал по физиономии детям ё-моё вообще папа еще еще и проблем привез но она теперь злится и переживает я хотел поступить правильно понимаю сэн но иногда чтобы поступить правильно надо поступить неправильно подрастешь узнаешь раньше она думала что сможет меня исправить она хотела себе мужа который бы ее любил никому не охота жить одиноко уж тем более твоим ты с майонезом пельмени кушаешь и вот когда такая женщина желает тебе сдохнуть ну начинаешь думать что она права может я и правда семье не нужен она просто обижена да у нее есть все основания ну вот у него рельсов пушку а у тебя в мазике в общем у нас уже давно все плохо здесь поверни больница в другой стороне мы не в больницу едем поворачивай пап а что у тебя что у тебя случилось с плечом уронение чё ты славный парень у отца конечно не должно быть любимчиков но тайлер весь в мамашу пошел дейл весь в меня а ты ты не такой с тобой можно поговорить сынок тебе можно верить ты не 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 в не И запивает молоком домик в деревне, да? Что, блин? Ах ты, пёс! Он ещё и сына, смотри, куда... Вот говнюк! В натуре... Батя, кусок дерьма, посмотри! Он мёртвый? Джей! Это тот, который приезжал к ним. Он нам угрожал. Ты сам слышал. Я пошёл его предупредить, чтобы не нарывался. Он на меня набросился, а я слишком сильно ударил в ответ. Он упал и ударился головой. Я не хотел его убивать. Случайно вышло. Некогда сейчас этим всем заниматься уже. Разбираться сейчас не время. Он сам обрался. Ты не виноват. Именно. Мне батя всегда говорил. Ляжешь спать с собаками, проснёшься с блохами. Они как акулы. Только почуют запах крови. Живьём сожрут. Лучше б я отдал ему часы. Это не просто часы, сынок. Я ж говорил, они мне от бати достались. Теперь они твои. Береги их, понял? Ладно. Давай-ка его обыщем. Может, деньги есть. Нет, пап, я не могу. Ему они не нужны. Ну и что? Всё равно это неправильно. Пап, что нам теперь делать? Он мёртв. Тут можно сделать лишь одно. Копай. Пожалуйста, не заставляй меня. Джей, послушай. Его здесь не найдут. Если не закопаем, то его клиенты... Сынок, я же не ради себя. О матери подумай, о братьях. Я ведь тебе одному доверяю. Как ВК смотрит стрим? Ну есть ВК Play Live. Бери лопату. Как Твич. Господи. Я тебе сейчас секрет расскажу. Я когда мелкий был, у нас жил молодой жеребец, красавец такой. Я только на нём и ездил. И как-то летом он меня сбросил. Взбрыкнул, начал похадать. Повезло, что не убил. А на завтра батя мне дал ружьё. Сказал, мол, если лошадь взбесилась, остаётся только её убить. Помню, как он дышал на меня перегаром. Держал коня и велел стрелять на счёт три. Я нажал на спуск и... Вроде хватит. Я его много лет потом ненавидил. А теперь понимаю. Иначе было никак. Это же... Ты ведь совсем маленький был. Ты за руки берёшь, я за ноги. Бросаем могилу. Ну всё, закапываем, пока не расцвело. Не надо. Спасите. Помогите. Продолжай. Давай, Джейн. Быстрее, Джейн, закапывай. Ему надо помочь. Не хочешь, тогда я сам. О, господи. Джейн. Это просто жесть какая-то, ребята. Просто ужас. Тебе сейчас нужно. Батя конченный на всю голову. А тот, я не знаю, я бы на месте того валил бы уже из страны. Не буду. Утром не пью. Так ты же еще не ложился. Все равно. Не хочу. Ну а я после всего выпью. Ты береги дедовы часы. Понял? Они показывали холтом время еще с великой депрессией. Да нахер вашу семейку такую больную на голову. Ты что, ужас просто. Слушай, насчет этого. Мне тоже было тяжело. Но я это сделал ради нас. Ты теперь плохо обо мне думаешь. И я тебя не виню. Знаю, я бываю с вами жестким. И пусть я хреновый отец. Но я много чем пожертвовал, Джейн. Я был на войне. Вот к нам пришел этот хрен. И я его убрал. Семья. Это. Да пошел ты в пес. Вообще. Блин. Какого черта. Понимаешь, что у тебя с башкой проблемы. Но зачем ты без спроса ребенка. Его подписываешь под это все дело. Ты заставляешь обманным образом его вести тело. Еще закапывать. Еще пытаешься заставить его убить. Вообще охренел. И он еще сидит оправдывается. Вот гнида. Фу на тебя. Не жалко тебя вообще, если что-то с тобой случится. Сам главное в карты проиграл. Принес эту проблему в дом. И еще пытается руками сына это все... Он пытался руками сына все это сделать. И закопать, и добить. Сволочь. Есть всякие организации, сообщества. Там бы тебе помогли. Такому старому псу не поможешь. Его легче усыпить. Ты сегодня спас человека. Ты гораздо лучше своего папаши. Это да. Но этим делу не поможешь. Придут-то в итоге за мной. Нужно что-то сделать. Может просто копам сообщить. И что я им скажу? Что чуть человека заживо не похоронил. Так и так и так придут. Они законно-то не боятся. Он же от кого-то пришел. Значит рано или поздно другого пришлют вместо него. Мне и отвечать. Иди поспи. Я крышу пойду чинить. А то от вас не дождешься. Жесть вообще конечно. Страшно. Че там в армию повестка? Ты редко бываешь права. Но насчет меня не ошиблась. Деньги за страховку покроют долг. Прости за все. За какую страховку? Папа! Папа! Дай мне это сделать. Нет. Нет, не умирай. Нет. Только не умирай. Не надо. Было. Что ты такое говоришь? Я не хочу, чтобы ты умирал. Мама ли. Что ты хочешь? Мне пацана вот этого жалко угораздило ему родиться в такой семейке. Ваш сын не помог, так что даю две недели. Но сумма остается прежней. А если не заплатим? Когда мы с приятелями придем в следующий раз, будете рыть себе могилу. Да блин, хорош. Он очнулся после контузии в могиле практически закопанный. Да что за ложь? Он после такого бы еще потом туда возвращался? Там мораль, там крыша бы так сорвала бы у него. Мне кажется, он бы слинял бы с этой стороны в другую вообще. Потому что там, блин. Это не то, чтобы по морде тебе набили. Ты был в могиле, тебя реально закапывали. Там, блин, крыша бы поехала, сто процентов. Вряд ли он бы вернулся. А тут он приехал один и стоит еще выеживается перед ними. Да я вот это вот. И не думает, что в любую секунду сейчас этот выбежит лопатой по горбу даст и опять туда же. Сейчас из него столько всяких трубок торчит, что он еще очень долго молчать будет. Плевать. Зря ты помешал. Две недели. Мы такую сумму и за два года не собрали бы. Но все подходит к тому, почему они туда и отправились. Вот. Они старинные. Должны дорого стоить. Ты че, это же подделка. Даром никому не нужны. Отец спрашивал. Знаете, что я думаю? Надо банка грабить. В принципе, можно бы. Так, тихо. Банк точно грабить не будем. Слишком опасно. Пойдем шерифа бахнем. Но есть другие варианты. Опа. Псозаконника будем прессовать. Мотель сон в пустыне. Прикрывайте меня. Берегись. Сдавайтесь. Вы окружены. Стреляйте. Стреляйте. Полицейский ранен. Стреляем. Я ранен. Я ранен. И что теперь? Сзади прикрывать. Берегись. Нам надо в фургон. Зои. Чип. Папа. Винс, ты нам нужен? Вы в порядке? Деду надо помочь. Сука. Ты не попали. Ты идешь со мной. Ну что ты, размечтался, подонок. Дэйл! Руки за голову и выходите по одному. Вы убийцы! Укрытие! Идти можешь? Сам? Нет. Мам, хватит. Все кончено. Господи, лишь бы получилось. Мам, что ты делаешь? Интонизирую. Черт! Уходим! Уходим! Все нормально? Да. Беги! Черт побери. Они еще буквально вчера стоят. Вот эта девчонка разговаривает, ну, женщина разговаривает со своим этим работником. Говорит, типа, как я тут буду после этого работать? Это мой мотель, туда-сюда я 10 лет на него копил. Он говорит, а ничего, говорит, обои поклеим. Говорит, а нормально будет. Сейчас вообще жизнь. Че будет? Капец отелю. Взрывы, пожары. Капец отелю. Капец отелю. Дышать от плечи. Ох, плохо дело. Тут сейчас все сгорит к чертям. Хоть бы Пол спасся. Как выбираться? Через окно. Ну, давай! Выбирайтесь отсюда! Сейчас все сгорит! Придется прыгать. Здесь же высоко, я разобьюсь. А давай дедушка первым прыгнет. А? Дед такой, о, че? В смысле? Я? Вы че? Тебя внизу. Че вы думали? Держи за руки. Вот так. Оу! Пардон. Готова тыковка? Давай. Я боюсь. Не заставляй меня. Уже лестница загорелась. Надо прыгать. Давай, Джойс. Мы следом. Берегись! Ты там цел? Спускайся. Я найду, где выбраться. В конце коридора туалет. Жду тебя внизу. Придется бежать. Задержать дыхание? А это мысль. Я тебя подсажу, а потом сразу выберусь за тобой следом. А пролезешь? Да уж пролезу. Готова? Залезай. Лезь на спину. Теперь держись. Быстрей. Надо подальше от огня. Идем к вам. Конец связи. Просто кошмар. Хочу. Хочу обратно в наш дом. В Сакраменто. Если бы мы оттуда не уехали, всего этого не было бы. Может и так. Но с мамой все будет хорошо. А дедушка тут рядом. И мы все снова будем вместе. Очень скоро. Честно, честно. Честно. Ну все, дочка. Зевс. И это еще минимальная мощность. Но максимально гораздо хуже. Ширид, это Коберн. Вы еще на заднем дворе? Вам нужна помощь. Нет, Коберн. У меня все схвачено. Зои, беги! Где Шарон? Где мой блокнот? Я не знаю. Что ты делаешь? Я же тебе объяснил. Я тебе верил. А ты спялся с ними. Не послушал меня. Стой, стой, стой. Меня заставили. Я бы его отдал. Честное слово. Я что, псих что ли? Нет, конечно. Даже не открывал. Честное слово. Что-то не верится. Может задержать тебя для допроса. Ну, чтобы точно убедиться. На нахер! Сука! Далеко собрался. Телевизором. О, блин. Давай я задам тебе пару ванглусов. Что ты такого прочел? О чем не хочешь говорить? Что ты делаешь? Теле. Субтитры сделал DimaTorzok Докладывай Черт Пытался допросить очевидца в номере Мотель Очевидец проявил агрессию Пришлось вырубить его Электрошокером Ну ты и тварь, шериф Воду! А что с лицом, брат? Что с лицом? Нет! Отпусти ее Это вряд ли Мы ее заберем И уедем туда, где нас не достанут Я ради вас врал Только что Копа ради вас вырубил Возможно, насмерть А вы решили у меня дочку забрать? Успокойся! Ничего личного Как это ничего личного? Нет! Это наш единственный шанс Если в машине ребенок Копы точно стрелять не будут Да плевал я на ваши шансы Слышь? Чего? А только что в гостинице Что было? Там был ребенок Они вогнали туда автобус И полили там просто В дыму В беспределе В пыли Вообще без разбора Я не пускаю дочку Буду стрелять нахер Похер вообще Бросьте пушку Ах ты мелкий говнюк Молодец Джей Не делай этого Опустите пистолет И никто не пострадает Сначала отпустите Зои Я же сказала Мы не можем Пожалуйста Уберите пистолет Давай послушаем Джея Черт В смысле? Ну сказано Послушать Выслушать Джея А не бросить пистолет Что за говно? Кто разрабатывал Это дерьмо Нахер Кто писал эти ответы Еще обоссать ему дверь Выслушать То есть ты держишь на мушке Но говоришь Говори блять Слушай там дальше Что ты хочешь сказать Выслушать Джея И он бросает пистолет Назад нахер Перемотать Стрелять по всем Подстава сраная Блядский перевод Говно мелкое У меня теперь на тебя зуб Пес Если вы ее у меня заберете Вынусь я Что? Будешь мстить? Я сегодня потеряла сына И остальных намерена сберечь Мы ее забираем Пожалуйста Не хочу никуда ехать Стойте Нужен заложник Возьмите меня Да сейчас Тебе никакой веры нет Мам Нам пора Стойте Слушайте Я не юрист Но в Аризоне Ведь смертную казнь Не отменяли Если заберете Зои И с ней что-то случится Присяжные Вас жалеть не станут А если Возьмете меня Если я сам пойду Может быть Меня в сообщники запишут Вообще Он прав Ладно Поехали уже Ну Беги Папа О господи Зои Ладно Едешь с нами Надо было стрелять Егор Я прибью тебя сейчас Ты что чушь такую пишешь Там не было Варианта Стрелять Там был вариант Держать на мушке Выслушать Я решил выслушать Прежде чем продолжить Какие-то действия А выслушать оказалось По-другому Ты там что Майонезом глаза себе Замазал Не зли меня Или у тебя уже пельмени Вместо ушей Ну хоть малышку оставят Пол получается с дедом Да Ну хорошо У нас хоть получилось Ребенка От всей этой ситуации Вместе с дедом Отстранить Осталось батю еще вытащить Господи Ну и кошмар Шерифа нашли без сознания Все наши пострадали при взрыве Четверо погибло Шериф полез Полез ключи искать в туалете В унитазе Нам здесь нужен вертолет Засор прочищать полез Перепутал Инструмент Вот и все Главное до железной дороги доехать Да уж Видел бы нас теперь Биар Не надо о нем Это все из-за него Из-за этого тупицы Он ведь не всегда был таким Жизнь иногда сильно меняет человека Мне жаль, что все так вышло И мне Джей, следи за дорогой Я ищу место На грани темноты Где нет ни мыслей Ни воспоминаний Слышите? Черт Гони Мам Что делать? Оторвемся Жми на газ Жей, ты что делаешь? Глушите мотор Не выходите из машины Во! Это не решение Черт Лишь отсрочка Несколько секунд покоя Инстинкты берут верх Джей! На самом деле Я еще слишком много всего помню В том числе То, что было потом После мотеля Я теперь плохо сплю С этим проблемы Завтра опять в бассейн Это книга первая Еще есть вторая книга Как бы продолжение Мне кажется Вот эта мелкая Ну, вот эта девчонка В бассейне Что в начале Что в конце Мне кажется Это как раз Вот сама Вот это Ну, ребенок Дочка Мне кажется Это она Есть еще Получается продолжение Ну, вторая книга Здесь у нас Что получилось Достоинство Порядочность И принципиальность И доброта Умение утешать И Приободрять Окружающих Глава третья Так, ну Я правда не совсем понимаю Как это тут работает На самом деле Если я нажму Следующая глава То получится Будет книга вторая Да? То есть Это мы прошли Видите сколько вариантов Тут Столько вариантов Развития событий Поэтому Я вообще не знаю К чему мы придем По итогу И все такое Так что Так что Мы с вами продолжим Обязательно Как раз Я кстати играю По подписке Иксбокс Вот Наверное уже Слушай, а завтра суббота Может быть завтра пройти Там получается Где-то в общей сложности На два с половиной Максимум на три часа Это полная Вот эта вся Вся глава будет Вот эта глава На три часа Где-то примерно И та будет тоже Где-то примерно На три часа Вот Книга два Ну хочется до конца Досмотреть Чем это все закончится Хоть Даже несмотря на то Что у нас К сожалению Такой вообще не смотрится Книга 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 Продолжение следует...